Взяли на тест один из самых технически совершенных автомобилей, который сейчас продается в России, да и в мире вообще. Гибридный, полностью гибридный Lexus LS600HL. Буквка L в конце означает удлиненную базу, H означает, что автомобиль обладает гибридным приводом. То есть помимо классического двигателя внутреннего сгорания, здесь есть еще электромотор. Преимущества этой системы можно как нельзя лучше оценить в Москве и в московских пробках. При торможении энергия не уходит в ненужное тепло, она превращается в электричество. С помощью этой энергии вы трогаетесь, паркуетесь. Тем временем мы приехали на заправку, у нас абсолютно пустой бак. Ну что, посмотрим, сколько влезет. Гибридный привод означает существенную экономию топлива. 81 литр. Посмотрим, сколько мы сможем проехать на таком количестве бензина. Очень даже интересно, с чем меня тут привезли. Вполне Lexus. Единственное, что могу добавить, что это лучший Lexus того, которого я видел. Хороший, нравится? Да, мне нравится. Именно вот в этом состоянии Lexus. Обрати внимание, на задней двери надпись голубая, гибрид. Здесь помимо 5-литрового бензинового двигателя внутреннего сгорания, есть еще электромотор. В этом как бы главная фишка автомобиля. Вообще, это автомобиль, который сделан для пассажира. Ну, это не стоит принципиально. Например, для меня на мотоцикле ехать сзади, это западло. Автомобиль, лично для меня, он все равно, он должен быть комфортный, он должен тебя слушать. Конечно, он должен соответствовать, на мой взгляд, какому-то твоему характеру. Слушай, раз уж мы заговорили о комфорте, я приглашаю тебя на заднее сидение. Давай. Сидение, на котором ты сидишь, оно стоит примерно как целые жигули, около 10 тысяч долларов. Это массажное кресло, в котором есть несколько режимов массажа. Вот есть массаж шиацию, есть растягивающий массаж. Можно отдельно себе массировать плечи или спину, менять интенсивность, скорость этого. Оправданная цена. Согласен. Если по дороге нужно поработать, можно открыть столик. Удобный, красивый, деревянный. Поставить сюда ноутбук и работать. Вот, если хочешь, чтобы при этом тебя никто не видел, можно закрыть шторки. Мне кажется, что это очень хорошая вещь. Это лучше, чем тонировка. Да, безусловно. Тонировка опасна. За тонировкой не видишь мотоциклистов, не видишь людей, не видишь потока. Ну что, выключаем массаж, пошли. Пошли. Побалдели. Это не совсем мой, конечно, автомобиль, да? Но это что-то ближе. Причем, что-то здесь нет, что-то другое. Машина для сильных людей. Когда батарея, установленная под задним сидением, будет достаточно заряжена, двигатель внутреннего сгорания выключится, обороты покажут ноль. И при состоянии на месте, например, на светофоре или в пробке, или при движении на небольших скоростях, при маневрировании, при парковке, при подъезде к вашему дачному дому, будет работать только электродвигатель. И именно он будет толкать вашу машину. То есть, у вас не будет ни выхлопных газов, ни расхода топлива. Это экономично, экологично. Это модно, в конце концов. Продолжение следует...